Ранним утром 28 июля 2018 года в Рязани на московском шоссе мотоциклист Руслан Матыгулин врезался в Toyota Corolla, которая нарушила правила дорожного движения и проехала на красный сигнал светофора. Это все, что осталось от мотоцикла Руслана. Сам же он получил 6 открытых переломов, несколько закрытых переломов и вывихи. По счастливой случайности в момент аварии мимо проходила Екатерина Пахомкина, врач-реаниматолог Рязанской областной клинической больницы. Первую помощь он оказал, пока скорая не приехала. То есть не переворачивали, там шлем не снимали. Первые несколько дней Руслан провел в реанимации ОКБ. Когда его состояние стабилизировалось, хирурги приступили к серии операций по соединению отломков костей пациента при помощи фиксирующих конструкций. Был выполнен остеосинт с костей предплечья справа и слева, остеосинт с бедренной костью и остеосинт с таранной костью. После этого несколько раз лежал на реабилитации, состояние его потихонечку улучшалось и со временем пациент решил убрать все металлоконструкции, которые его беспокоили, которые ограничивали движение в суставах и приносили ему неудобства. Теперь Руслан с улыбкой держит в руках все винты и пластины, которые вернули его к нормальной жизни. На прошлой неделе врачи провели операцию по их извлечению. Она продолжалась более часа. Участвовали шесть хирургов и одна операционная медсестра. После операции пациент быстро встал на ноги. На следующий день после операции я встал на костылях, пошел. На второй день уже без костылей я тут шагал по отделению. Все переломы у пациента срослись. В перспективе мы при его желании можем положить его еще раз на реабилитацию, чтобы он лучше сгибал конечности в суставах, для того, чтобы объем движения увеличился. Одну из титановых пластин Руслан оставил себе на память. Переломы, операции, 10 месяцев на костылях и страшный день аварии остались позади. Полтора года лечения – это лучшее, что могло произойти при подобном ДТП. Руслана спасло то, что он был в экипировке. После такого опыта ему есть, что сказать мотоциклистам. Покупайте экипировку, катайтесь с умом, с головой. Не экономьте на расходниках, не экономьте на экипировке никогда, потому что это ваша безопасность и в будущем залог здоровья. В данный момент Руслан собирается заняться дальнейшим восстановлением, в частности, разработкой суставов для улучшения движения рук и ног. После того, как пластины извлекли, это стало возможно. Руслан хочет продолжать заниматься спортом, сноубордингом и, как он сам признается, планирует купить себе новый мотоцикл. Молодой человек очень благодарен всем врачам травматологического отделения ОКБ за то, что он смог вернуться к привычной жизни. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».